всем привет с вами андрей старунов и я рад вас видеть на своем канале на канале про бизнес и сегодня мы поговорим с вами на такую тему как сделать интро к вашему видео то есть что такое интро интро это такое вступительное видео перед вашим основным видео ну то есть такая презентация вашего канала может быть вашего бренда есть сейчас даже на примере покажу вот что такое интро когда я нажимаю видео свое включаю вступительную скажем так заставку вот это и называем привет с вами андрей старунов и сегодня я расскажу как можно сделать что-то подобное я немножко подготовился скачал кое-какие материалы себе скачал музыку обратите кстати внимание что в фонотеке youtube есть бесплатная музыка которую вы можете использовать для своих видео и советую пользоваться именно ей потому что никто не отменял авторские права и если вы в своем видео используете музыку на которую заявлены авторские права то youtube выпишет вам предупреждение а за два предупреждения могут забанить ваш канал поэтому очень внимательно к этому отнеситесь итак для создания интро я буду использовать программу которая называется sony vegas pro 13 версии не могу сказать что это очень сложная программа но и не скажу что легкая хотя интуитивно более менее понятно по крайней мере я разобрался в ней за за пару дней посмотрел естественно видео гайды по этой программе и так более-менее не до конца конечно разобрался тут очень много функций очень много интересного всего но вот более-менее монтировать с помощью этой программки я так подучился и собственно интро мы будем делать тоже с помощью этой программки так смотрите что нам понадобится нам понадобится программа sony vegas pro далее я вот тут текстурки подготовил кое-какие скачал они нам тоже понадобится и понадобится музыка что я сейчас сделаю я сейчас допустим хочу сделать интро к своему каналу выбираю текстуру которая будет основной например вот эту сейчас возьму и переношу ее sony vegas мое видео будет идти где-то 10 секунд то есть такое может быть даже длинная но пускай будет 10 10 0 и вот так вот сейчас мы растянем картинку гораздо нужного нам времени и вот здесь можем вот так и и колесиком мышки крутя можем ее расширять далее далее нам понадобится еще одно поле для того чтобы ввести текст поэтому вот здесь вот перемещаем мышку вот сюда и нажимаем правой клавишей выбираем ставить видеодорожку выше у нас появилась видеодорожка на самой видеодорожке вставить текстовый медиафайл загружается медиафайл и вот здесь вы можете уже написать название своего канала допустим моем случае это будет название моего канала здесь можете отрегулировать по ширине выбрать шрифт который вам необходим который вам понравится чтобы выбрать шрифт выделяете текст и здесь можно теперь в шрифтах вот так вот выбирайте тот который вам понадобится ну для примера я не буду далеко ходить пусть скажем пускай останется вот такой только мы его единственное что чуть-чуть уменьшим да вот примерно так здесь что еще доступно здесь вы можете цвет выбрать текста масштаб увеличить уменьшить далее контур и тень к нему добавить но я не буду пока этого ничего делать мне достаточно вот этого всего будет далее свой текст можно растянуть естественно на все видео и к этому тексту я хочу применить один интересный эффект он мне понравился находится он в вот здесь вот видите вкладочки такие медиафайлы проекта проводник переходы вид видео спецэффекты в разделе видео спецэффекта находится эффект не знаю честно говоря по-английски не очень считаю поэтому вот название смотрите как он называется вот такой спецэффект находится отсюда я возьму давайте попробуем сильные световые лучи и перетащу его вот сюда на наш текст это нам вот такой эффект дало здесь что нужно будет сделать здесь нужно будет вот это все на максимум это на максимум это на максимум и вот здесь вот перетащить в черный цвет все передел и мы этот эффект немножко анимируем вот у нас анимация кнопочка нажимаем на нее мы вставим вот в этот угол теперь берем вот эту стрелочку переводим ее до конца сюда и теперь перетаскиваем вот в этот угол все анимацию мы сделали как это будет происходить вы сейчас посмотрите закрываем можем предварительно посмотреть можете видеть переливание тени идет здесь такое своеобразное прикольно стоп далее что можно сделать еще можно на этом закончить а можно взять допустим еще вставить одну видеодорожку и наложить какой-нибудь эффект на буквы например вот этот также подставляем растягиваем но поскольку видите за перекрывается картинка и вот здесь она не до конца вот тут нужно нажать на панорамирование и обрезка событий и по умолчанию убрать поставить широкоформатное соотношение сторон вот теперь у нас огонь на всю картинку закрываем его здесь выбираем режим комбинирования умножить маска вот видите и вот здесь вот по моему да вот вот так вот эту стрелочку нажала но тут можно пробовать если видите так за перекрывается а вот если сюда нажимаю тут только на буквы накладывается эффект у нас получается буквы уже не белая вот такие как бы там пламя горит и еще можно сюда такой интересный спецэффект применить вот он у меня называется блики от линзы но применять мы его будем уже на саму вот эту вот на основной фон на наш применяем сюда и здесь значит теперь его нужно настроить выбираем эффект но я по крайней мере выбираю эффект солнечные лучи вот они появились вы видите и вот здесь вот этими бегунками это все у нас дело регулируется то есть интенсивность насколько ярко они светят смешение размер можно уменьшить можно увеличить перспектива перспектива нас по идее солнце светит ярче и вот сюда отблики идут можно немножко уменьшить здесь тут надо так поиграться с бегунками посмотреть как вам больше будет нравиться вот можно вот так например чуть 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 но смотреть надо то есть тут по ситуации на самом деле пускай пускай примерно вот так будет далее мне надо это дело тоже анимировать анимация у нас во первых позиция вот здесь вот позиция и анимация вот здесь насколько дал это вот анимация прямо берем позицию перемещаем вот сюда так же как с буквами делали и бегуночек до конца и меняем позицию меняем позицию все мы анимировали что нам это дало давайте посмотрим как это будет выглядеть двигается солнце и отдает тень на буквы получается нас такая движущаяся картинка вот отлично вот уже такая довольно таки на мой взгляд неплохая красивая заставка а еще мы можем сделать такой интересный эффект как основной фон чтобы у нас тоже двигаться в общем для этого что мы сделаем открываем панорамирование обрезка событий здесь что можно ну так немножко колесиком прокрутить чтобы больше было виднее нам было значит первое событие основное это просто у нас картинка целая теперь мы берем бегунок отводим его до конца и делаем вот так вот так внутрь все хочу приблизить сделать эффект приближения вот вот таким вот образом приблизить все это так я оставлю то есть получается что закрываем и смотрим что получится свете немножко конечно подлагивает тупит но когда это все будет работать будет классно ведь у нас движется все нас движется солнце отдает тень и сам сам рисунок сама картинка тоже двигается приближение идет такая анимация интересная давайте добавим сюда музыку также берем музыку перетаскиваем можно просто перетащить и вот сюда вниз и добавляем если мы растянем то наверное не получится поэтому берем нам в общем то этого эффекта звука хватит вот и далее далее у нас вот такая вот заставочка можно считать готова нам теперь нужно ее сохранить в нужном формате можно в общем то подтянуть к музыке будет у нас 8 секундное интро можно наоборот растянуть ну то есть смотрите сколько какой интро вам нужно длинная короткая здесь вы выбираете самостоятельно принцип примерно такой здесь вы можете разные картинки использовать разные шрифты разный текст разные эффекты проверять элементарный такой пример давайте попробуем сохранить это дело чтобы сохранить смотрите нужно либо выбрать файл и визуализировать как либо вот здесь есть кнопочка она тоже называется визуализировать как мы нажимаем на нее здесь выбираем куда вы будете сохранять свое видео пишем название ну допустим я напишу intro дубль пускай 5 вот здесь выбираете формат сохранения форматов тоже очень много тут великое количество но я сохраняю в формате майн-концепт а в ц а отце и выбираю интернет hd 1080 и вот тут нажимаю рендер зарендерить сохранить и все пошло сохранение я не буду вас утомлять поставлю сейчас запись на паузу и когда будет готово видео я вам его включу и покажу и так визуализация завершена наше видео готово о чем нам вот такое окошко сообщает здесь мы теперь можем открыть папку где это видео находится еще должно быть доступно кстати кнопочка открыть само видео но почему-то пока ее нету может быть немножко подтормаживает из-за того что запись экрана идет давайте нажмем открыть папку и вот здесь вот найдем наши видео ну вот он в данном случае вот такое интро получилось вот такая вот заставка для вашего канала не уверен конечно что у каждого из вас все сразу получится ну попробовать можно попробовать можно не получится еще раз попробуйте вот если же совсем у вас напряженка с программкой sony vegas но можете обратиться ко мне за отдельное спасибо я вам помогу с вашим интро вот принцип вот такой здесь можно анимировать буквы скажем чтобы они выезжали выплывали выбегали выскакивали очень-очень много всевозможных функций интересных ну я просто показал такое элементарное самое простое самое легкое что можно сделать на этом я думаю у меня сегодня все если у вас какие-то вопросы появятся опять же в комментариях под видео вы сможете их задать если видео было полезно интересно ставьте лайк и подписывайтесь на канал следующей теме мы обсудим то как сделать закрывающее окно для вашего видео ну а с вами был как всегда андрей старунов и канал про бизнес до встречи пока пока